и сколь привет ну ребят ну двушечка чуть больше может быть 2 500 ну пройдем плов самый настоящий вкуснейший плов грибами ночью выспался мелкий их вы сильные мальчишки конечно уже прекрасная такая как будем обходить ура товарищи всем привет уважаемые дамы и господа ну что ну что настал тот тот момент 20 апреля и мы идем с вами в поход группа набралась даже больше чем я ожидал 10 человек вместе со мной кто-то отваливается кто-то добавляется и в общем чё рюкзак со мной пацаны уже там разбирают индивидуальные пакеты с едой в гараже еду сейчас за максим все вам покажу расскажу все как что будет в мчс зарегистрировался все номера есть все уже отзвонился в общем дел много посмотрим как будет с мостами смотри какая ситуация у тебя очень большой спальник с таким спальником ну такой рюкзак вообще не совместим я считаю так собираемся собираемся будем целоваться крепко и сладко покажи батон или вот уже половина нет но потому что он свежий хлеб на хлеба заводской свежий батон правильно это занял всегда теряется да но собачку мы еще погулять ему хочется в лес вот и настал тот момент когда 10 человек и щенок коди объединенные общей идеей решились променять домашний быт и уют на нечто более необычное а именно пройти весь маршрут в 50 километров командно готовить еду и ночевать в палатке при около нулевых температурах для многих ребят предстояло получить первый опыт такого рода похода первый опыт пользования палаткой туристическим рюкзаком спальным мешком да и еще много чего было впервые возраст участников варьировался от 17 до 45 лет приехал в поселок соколье мы заблаговременно договорились оставить наши автомобили у родительского дома девушки по имени наталья за что и отдельное спасибо ибо бросать транспорт в лесной зоне без присмотра было крайне неприятно и вот мы 10 крепких ребят уже проводим разминку и готовимся к выходу погода прекрасная настроение боевое вся команда готова к новым впечатлениям и приключениям ребятки ребятки мы выдвинулись пока то все 5 10 сборы 12 10 12 10 я значит знаешь вот я думаю что мы придем с вами ребятки часом к 6 вечера мы придем на светлое озеро как вам такой рассказ к 6 вечера 6 вечера придем на светлое озеро прекрасно физкульт привет ребят по одному слову ожидания походе вот просто одно слово что-то ожидаешь весело я думаю узнать коллектив и дружиться хорошо одно слово про поход релакс релакс будет испытание общения вот думаю что будут приключения приключения попробовать новое в рот нового день так энергично энергично отлично сань все говорим по одному слову об ожиданиях о походе одно слово выспаться маленько 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 ребят игорь точно подснежники сто процентов ребятки посмотрите посмотрите как прекрасно в лесу знаете как в туалет по очереди ходим чтобы сфотографировать подснежники синий ведро синий ведро два с половиной наверное справа справа правда ну ребят ну двушечка чуть больше может быть 2 500 ну пройдем поворачивай налево да не на это лево а ты знаешь что у сербов право это прямо право правда право 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 это прямо равен и суться наш путь правый и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Это вот указана зона радиус Охрана, километр радиус Пройдя 12 километров мы оказываемся на прекрасном озере ледникового происхождения Широхи, которому присвоен статус государственного памятника природы регионального значения является местом произрастания реликтового растения полушника озерного, занесенного в Красную книгу Российской Федерации По данным лабораторного анализа признано самым чистым озером Владимирской области информация на 2015 год Время обеда и отдыха Ребята знакомятся с походным инвентарем приготовления пищи и каждый пробует скипятить воду лично Половина дневного маршрута пройдена Группа в отличном настроении По команде заметно, что сил у них точно хватит до финальной точки дня Озеро Светлого А это 13 километров И они еще не знают, что доберемся мы до места уже затемно При свете налобных фонарей Продолжение следует... Ночью на него так вот напороться Непривычки можно и это Ну сумерка, когда фонариком рассветишь в темноте при тумане Мозг может зафантазировать покрепче Да, да, да Забалдел Деревня Двоезер, дамы и господа Наслаждаемся видами Это какое у нас, Илья, получается, озеро? Василий или наше? Или наше? Да А я не помню Какое это из них? Одно там за кустами чуть подальше Мы на него не попадем Смотри какая молодая листва, да? Распускается Солнце отразилось в 8 раз сильнее Поймал А, да, да, да За воду лучше не смотреть Так Что у нас есть, мальчишки? 18.02 О, не, мы... Через полтора часа будет уже смеркаться У нас есть еще время добраться засветло Я думаю, что мы должны попробовать это сделать с вами Правильно? Я Эхо сильные Все мальчишки сильные То ли они, кто впервые вообще идут в поход И на гормонах, на адреналине все это дело вывозят Идут и идут, не плачут вообще ничего Очень нравится всем Вот только колодцы у нас под замочком Не знаю, либо жильцы закрывают их Первый раз такое встречаю Либо санэпидемстанции Может быть, пробу воды брали и они не соответствовали А, слушай, вот этот колодец мы всегда наливали Или нет? Посмотришь? Да А больше у нас не будет колодцев А, нацепи Смотрите, сколько в песике энергии Прошли мы уже Да достаточно Мы В Рязанской области Мы в Рязанской области Озеро Индовище Оно там чуть ниже До озера? Пойди спустись, посмотри, Сань У нас со всеми стоянками Ну, 20 мы точно прошли 20 с половиной километров Ну так Группа уже подустала Все подустали Александр Пафенов У нас только очень самый сильный мужчина Четыре с половиной километра и мы варим вкуснейший грибной Борщ Борщ Плов Лось Грозные лоси Ну-ка На озере Индовище Опа Все в лосиных следах Все-все в лосиных следах Блин, до темна бы если успеть Если до темна успеем То будет замечательно Что в лагерь разбивать Еще при свете Нам осталось идти Ну, час максимум Время 19.15 Субтитры создавал DimaTorzok День 3 Общак Субтитры создавал DimaTorzok День 4 Что сказать Хрен поймешь Хрен поймешь Да Просто на одни штаны, да? Ну, у меня там термуха Ага Она эта спортивная для Чтоб пот отводить Я понял Мы дошли Как это было? Кайфово Отлично Артём Шли-шли Шли-шли Ну ты живой Тёма шагал вперед съех все хорошо как планировалось я только штаны вот порвал минус кайфом дошли с кайфом устали когда будем как убиты как убиты ждем чтобы как тут туда-сюда потепляет огрет сейчас покушаем пловец пловец снов короче ребятки вот он слов самый настоящий вкуснейший плова грибами правда лук чеснок не нашли где-то потерялся но были приправы короче лук зеленый и все получилось макс ну ты чё пора же нам пора давай а мне заберешь там желтенький у меня тоже давай возьми пожалуйста уже затемно мы благополучно добрались до озера светлое пара местных охотников с удивлением наблюдала как на них движется десяток огней налобных фонарей участников похода озеро светлое также как и ширых а является особо охраняемой природной территории в озере и вблизи от него зарегистрированы виды растений и животных занесенные в красные книги россии и рязанской области полушник озерный парусник аполлон зеленый дятел шмель шренка подъем был около 9 утра вся команда была в отличном расположении духа сон пошел ребятам на пользу и восстановление получилось эффективным никто не замерз хотя ночью температура была около нулевой крепкий сон вкусная горячая еда и комфорт быта это то что позволяет максимально восстановить силы как физические так и психологические уровень вторых даже более важен чем первых еды мы взяли с очень большим запасом в дальнейшем только с опытом к ребятам будет приходить понимание как правильно составлять продуктовую раскладку позавтракав мы принялись к спорам сегодня нам предстоял обратный путь из опыта дорога домой всегда получается быстрее забегая вперед скажу что и в нашем походе исключение не произошло мы действительно неплохо ускорились но об этом чуть позже а сейчас собираем палатки фильтруем воду и пакуем рюкзаки к выходу на маршрут ну чего выспался мелкий ребятки 8 41 бодрость духа вот самый бодрый у нас артем бегло с утра артем как тебе спалось первый раз жизни в палатке прям как дома мягко тепло сладко вот так вот бывает вот не ожидал человек ты ожидал вообще что так будет думаем весь заваляешься все бока отомнешь а получился замечать сергей мне кажется сам пера проснулся ну так он и наверное работа просыпать кстати минус по моему был на улице я проснулся в 6 вы спалки без 27 когда туда потом не было имя не 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 прикольно а ты спал или идем да все спали не кашляешь не болеешь я думал это мало ли простудись не холодно было у тебя спальник заш классный кто-то дал ну ты же с собой брал спальник не а эти спальники кому я давал кто в них спал ты спал спальники он нормально пойдет сильно замерз ну да там маленько надо будет что-нибудь укутать ребят время 10 20 уже как бы 20 минут назад надо было выходить идти нам получается 25 километров и вчера мы просидим 25 километров ребята в нормальном расположении духа но но уже немного начинается конечно это все усталость одолевать и замыкшена такой психологически начнется наверное после широких километра через два просто уже пол команды я думал начнет из себя давить вот нечесть которую здесь сидит посмотрим как это все будет покажу расскажу как бы мы за этим сюда и пришли чтобы посмотреть какие мы изнутри и что мы вообще стоим да тут угол в нижней это вот вот их и красивые вы мальчишки вы посмотрите какие ну-ка а вот нижний угол поселить в их вы сильные мальчишки конечно скинь в эту винюху в это в час ребят кто знает вот сморчок или строчок сморчок настоящий да это вот сморчки до длинные они вот эти шляпочки потом лишь вырастают а вот знаете сам проблем не кажется сметанка если пожарить с луком прикольно но песка наверно в них нет и в этих песка нет особо они если на песке вот который строчки они в песке все растут а эти в основном где асиновый лес они там на вере березняках тоже раз видишь березняк не там афины вот в низине короче болоте не они больше там растут щекарные чистые хотя ветерок смотри какой что ребят 1115 мы выдвинулись и я вам скажу честно за 5 часов не точно за 6 не дойдем как плохо у нас сергею надо пораньше уезжать им в кочугине летит нового машины мы при лучших раскладах будем ближе к 7 вечера но если прям сильно на обеде не задерживаться то 6 6 это прям не раньше игорь игорь прием уже прекрасная такая как будем обходить я думаю слева обойдем принял выдвигаемся ребят дождичек надо надо чтобы что-то произошло у нас немножко в походе ну что хотя бы чуть-чуть прочувствовать вот это как оно бывает и солнце и в дождь и ветер бодримся ничего страшно даже не будем надевать никакие чехлы чтобы мокрый рюкзак там не мог сейчас все пройдет и кончится не будет никакого ливня все походу все просохнет конечно ребятки в озерах смотрите как мы быстро как мы быстро идем то есть 8 километров пройдено за два часа относительно быстро с перевала с привалами совсем классно секрет крепкие ребята еще есть маленький сил чуть-чуть есть есть побольше я тебе плов несу будешь плов наберу конечно я несу вам мальчишки вот этот вот дядька это просто машина вот этот дядька машина это дядька машина эхо молодцы его знаете никогда не ожидаю что в меленках меленках да найдешь такую группу человек который способна вот так все прогнать весь этот маршрут честно маршрут крепкий все вроде как еще настроение бодрости дух что происходит мальчишки ребят мне кажется советского времени это самое массовое мега вот это походное путешествие я сомневаюсь что в двухтысячных хотя бы да кто-то ходил вот так в 10 по таком маршруту был такой я сомневаюсь из меленок никогда интересовался игорь вот часто ходит игорь как муж был такой массовость за последний я тоже не слышал надо у людей местных поспрашивать одиночки одиночки легко запросто ходит два может быть человеком да а чтобы вот так вот первые самые сильные она разница внутри либо не внутри у меня меня отличается у меня одна страна шлифованная а наружу нет подлежки повал вручную по стогой сидел когда был делать мы на ширих и ребят туда-сюда в общем 11 200 пройдено столько же осталось время 1428 все про все получается к сереж кстати нормальный кем вообще держим о плов ребятки все готов накладок не стесняйся саш сюда не клади мусор на этом еда забираю все это и зам положил туда я думал у меня упал у меня даже кусок барани попался классно ребятки ребятки тихий час идем товарищи идем все сроки уже подходит концу время 1734 ведь это нам часа полтора как раз 7 вечера кстати настроение смотрите боевое все нормально никаких проблем представляете в моем ожидании было намного все плюс-минус печально но я очень горд за этих мальчишек за этих мужчин настоящих мужчин которые смогли пройти этот путь получается 50 километров за полтора суток с рюкзаками причем рюкзаки были скомплектованы и докомплектованы ими самими то есть там по 20 килограмм представляете вот это сила так что идите в дальние края и скажите что Русь жива вот как ребятки все смотрите мы в соколе все мальчишки молодцы все в отличном настроении Максим ну чё как настроение отлично немножко подходит ноги прям подушечки натерло прям вот но это уже на обратном пути то на второй половине маршрута уже а так все отлично все равно пройти 50 километров за полторы суток это очень сильно очень крепко знаете что мы встретили местных жителей там на светлом озере розанского и спросили про особо опасный режим противопожарного скал ничего нет ничего не видено костры разрешено сжечь так что ничего мы с вами и не нарушили как мы и думали да без костра бы конечно мы замерзли около нулевая температура была ночью но ночью было еще более-менее да отлично вот ночью уже когда ты залез так спальничек и прям с головой накрылся надышал там себе после плова особенно сытного все отлично все здорово прям все понравилось хочу еще когда ноги конечно ребят все хорошо в меру не каждый день и каждую как бы неделю вот так вот надо ходить проверять себя можно и когда то даже расслабиться так ребятки ребятки все мы на месте ну чё каждый по слову скажите пожалуйста как это все дело прошло по одному слову как это было на немножко сознание разгрузил сознание разгрузить впечатлительно было действительно какой-то степени безумно наверно весело это denis но это не ростислав это было кайфово кайфово пойдешь еще хотел тебе глаза горят прикинь потому что может быть пойдем дальше пацана подпустим есть еще порох в пороховницах проверил себя конечно волк такой санька ну чё как вы там говорил это было энергично энергично да это было энергично то есть твои ожидания оправдались да красавчик я хотел поспать я поспал немного но поспал коди кольчик как у тебя дела он уже домой хочет владимир почему мальчишки я могу вас поздравить прохождение этого маршрута вы все большие молодцы можете пожать друг другу руки и сказать спасибо за этот прекрасный и могучий наш поход вот и закончился наш крепкий мужской поход на 50 километров эмоции знания опыт все это останется с ребятами на долгие года мало кто может из нас вспомнить как прошли те или иные выходные но эти выходные ребята будут помнить долго все мы люди и часто живем воспоминаниями о прошлом и пускай у каждого из нас таких моментов будет не одна сотня прекрасных добрых и действительно памятных пройдя через такого рода опыт каждый из участников стал чуточку сильнее чуточку более стоек к ударам действительности и пускай все то что они приобрели за столь короткое время помогает им в будущем на пути к их целям не сдаваться доводить начатое до конца и всегда чувствовать поддержку окружения если и у тебя мой дорогой зритель появилось желание приобрести такой опыт то будем рады видеть тебя в нашем уютном чате в телеграм ссылка в описании добро пожаловать и спасибо за просмотр